Даже тексты сюжетов мы пишем в специальной компьютерной программе. Тележурналистика, мастерство прикладное. Одно дело просто владеть словом. Другое ярко преподносить это с экрана, работать с камерой и оператором в самых разных условиях. Быть готовым к прямым эфирам, уметь держаться в кадре и иногда импровизировать. И конечно вместе с монтажером создавать готовое видеопроизведение. Звук, картинка, смысл. С этого года Высшая школа журналистики и массовой коммуникации прекращает прием студентов на очное отделение бесплатно. Все, бюджетные места кончились. Национальные тележурналистики бесплатно в республике больше не учат. А значит решать проблему масс-медиа придется самим. Наш телеканал готов обучить трех самых талантливых абитуриентов за свой счет. Оплату в 135 тысяч рублей в год на каждого ТНВ берет на себя. Чтобы у нас существовало татароязычное телевидение, радио, газеты, нам нужны татарские журналисты. Я в этом убежден. Почему мне все говорят, да не надо ничего, будете брать с других факультетов. Я знаю людей, которые приходят с филологии, но там учителей готовят. Они ходят на практику в школу. За журналистской практикой в Высшую школу медиакоммуникации КФУ и на наш канал. Сегодня костяк коллектива ТНВ именно такие профессионалы. Те, кто когда-то получил в университете диплом татарского журналиста. Образование, конечно, очень важную роль играет. Но кроме этого надо, я думаю, получить профессиональную практику. Телевидение дает такую возможность раскрывать себя, достигать каких-то высот. Одно дело иметь талант, другое это знать этику журналиста. Этому могут научить только в университете. Мы много снимаем проблемные сюжеты. И когда приезжаешь на съемочную площадку и видишь глаза полной надеждой, вот тогда ты видишь результат своей работы. Уже учаясь на втором курсе университета, я имела возможность приходить сюда на практику. И теперь я веду главные новости республики. И, естественно, я не жалею ни на минуту, что получила одно из самых лучших образований. Чтобы попасть абсолютно бесплатно на направление «Новые национальные медиа» в университет, нужно пройти три тура нашего конкурса. Написать эссе, снять видеопрезентацию, провести интервью перед жюри. Пока первый этап, и взяться за него стоит как можно скорее. До 19 апреля мы ждем эссе на татарском языке в свободной манере и на простую тему «Мой лучший друг». Жду творческих людей, которые с детства пишут стихи, например, участвуют в конкурсах сочинений. Нам нужны люди, которые тянутся к работе со словом, к работе с людьми. Куда пойти и кем стать, если ты прямо сейчас стоишь перед этим выбором и всегда хотел быть в центре событий и попасть на экраны. Наши предложения специально для тебя. У каждого выпускника-носителя татарского языка есть шанс стать одним из нас. Дерзай, участвуй, пиши. И, может, повезет именно тебе. Эй, да! Ты Мара! Субтитры подогнал «Симон»!